Вот мы сейчас немножечко впереди, уже где-то в конце декабря, на пороге Нового года. И совершенно естественный вопрос, что значит вам удалось это сделать в этом году? Ну, этот год у нас был, в общем, довольно интересный. У нас было много интересных поездок. По-моему, одна из самых интересных поездок была во Францию, где мы были 7 недель. Эта поездка была необычная для нас и для трупа Большого театра, потому что ездил, в общем, как-то другой репертуар, чем мы привозили всегда в Париж. Так что эти гастроли были неожиданными и для Парижа. Мы очень волновались перед этими гастролями. И парижане тоже волновались, и организаторы спектаклей наших волновались, потому что не знали, ну, как-то уже так привыкли. Приезжает Большой театр, Лебединое озеро, Жизель, Спящая красавица, Спартак. Ну, так сказать, есть Плесецкая, есть Бессмертного, есть Васильев, есть масса звезд. Ну, и вроде как-то, так сказать, уже все на месте, как-то так, все должно пройти гладко. А на этот раз, ну, для нас это было интересно, потому что первый раз за границу повезли спектакли, поставленные Владимиром Викторовичем Васильевым. Это балет «Икар» и балет «Эти чарующие звуки». Это «Сороковая симфония Моцарта» и балет «Рамон». Ну, Васильева в Париже, в общем, знают очень давно и, в общем, очень любят. И здесь было, знаете, когда публика любит, она и больше ждет, поэтому было как-то, ну, страшно, а как она оценит Васильева с этой стороны. Поэтому мы очень волновались. Ну, слава Богу, по-моему, все прошло удачно, была очень хорошая критика. Публики было много, прием был теплый. Так что вот такие вот первые спектакли, показанные за рубежом, вот эти спектакли, ну, в общем, как-то вот открыли дорогу и получили призвание. Ну, вот так что вот эти вот как-то гастроли в Париже, может быть, они были таким каким-то основным... Основным... Недром. Какое-то... Ну, самым крупным событием, может быть, которое было у нас вот в этом сезоне. Потому что в Париже была вот тут труппа. С нами там в это же время была Майя Михайловна Плесецкая, которая показывала свои тоже новые работы. Так что это все было очень интересно. После этого у нас еще были долгие гастроли. Мы с Володей были в Аргентине, в Японии, в Италии. И потом в Греции. Опять же, это вот мы были вдвоем. А потом наше вот это вот турне довольно длительное закончилось в Греции, где был показан балет Икар. Ну, это тоже, в общем, было так очень ответственно, потому что греки давно ждали этого спектакля. Они считали, ну, Икар это их герой. И поэтому вот даже вот появилась такая статья, что вот Икар вернулся на родину. Ну, тоже было как-то страшно, как они это, знаете, как у себя на родине есть какие-то, ну, обычаи, привычки. Вот, ну, так ли это иногда бывает. Ну, вот нас иногда привозят иностранцы какое-то наше русское произведение. Мы чувствуем, да, вот что-то так. Ну, а вот чего-то не так. Есть какие-то свои особенности. Поэтому перед греческой публикой это показывать было тоже как-то страшно. Ну, тоже все прошло очень хорошо. Публике было очень большое количество. Вы смотрели очень внимательно эти спектакли. Так что, ну, вот этими гастролями мы как-то очень довольны. И они как-то вот подвели такой итог, вот, Володина, начало Володиной балетмейстерской деятельности. Мне вообще кажется, что этот год у нас вообще был очень удачный в творческом плане. Потому что начался он с выхода на экран фильма «Петер». Телевизионный фильм. Телевизионный фильм. Это еще одна работа Екатерина Сергеевна в кино. И потом, все лето, в общем, мы гастролировали. Ну, иногда гастроли бывают длительные и утомительные. А иногда они проходят, несмотря на огромное количество спектаклей, очень легко. Легко, потому что в данном случае у нас вот это лето было очень много городов за рубежом. И много было спектаклей. Но, удивительно, как-то они прошли для нас легко. Потому что смена публики была частая. И потом просто интересный репертуар был. Вот Катя уже говорила о Франции. Но после Франции мы танцевали в Аргентине, в Буэнос-Айресе, в Кориэнтесе и в других городах. Несколько па-де-де. И впервые тоже показали балет. Это отрывок, вернее, из балета, который поставила Морис Бижар. Ромео и Юлия. Но это мы танцевали и в Париже тоже. И в Париже мы тоже танцевали. Но просто впервые мы показали вообще это западному зрителю. Кстати, после Аргентины у нас были очень интересные гастроли в Риме. Потому что мы танцевали целиком спектакль «Дон Кихот», который у нас здесь в СССР очень любят, знают. И на Западе как-то он очень редко идет. И, собственно, идет только в нашей редакции. Но публика его мало знает. Знают только под последнего акта. А целый спектакль... И вот целиком мы танцевали спектакль в Риме. «Термо де Каракало». Открытая площадка. Открытая площадка. Там 8 тысяч зрителей. И удивительно все это было как-то красочно, празднично. И для нас, в общем, это была большая-большая радость. Было вот участие в этом спектакле. Но потом у нас было еще несколько галя концертов в Японии. Да. В которых принимали участие самые-самые крупные звезды мира. Да, балеты, которые, в общем... То есть там, ну, вот все были. И вот, кстати, иногда... Трудно сказать, кого не было. Да, иногда вот спрашивают, там, вот, когда вы почувствовали себя, там, танцовщиками, экстраклассы? Или когда... Когда вы почувствовали, что, в общем, вот вы достигаете каких-то вершин? После Японии, когда мы вернулись в Москву, мы в Москве, это для нас была премьера, потому что, ну, танцевать на сцене Большого театра, это все-таки для нас всегда самые ответственные спектакли. Мы станцевали первый раз в Москве, вот, дуэт Ромео и Юлия Берлиоза. И все же, вот, возвращаясь к прежней теме, когда вы почувствовали, вот, и был ли такой момент артистами и экстраклассом? Ну, здесь понятие относительное и сравнительное, в общем, должен быть анализ. Вот, например, я говорил о Японии. Когда есть с кем сравнивать, с чем сравнивать собственное мастерство, вот, собственно, тогда только можно, может быть, дать ответ, все-таки на каком же уровне находится твое собственное творчество. Потому что, если вы выступаете с непрофессиональными людьми в одном концерте, то, естественно, вы, конечно, будете выше их, и здесь нельзя даже сказать о том, вы экстракласс, а рядом танцующие с вами второй сорт или третий сорт. А вот когда выступают звезды, когда вы принимаете участие в одном концерте или в одном спектакле, и когда вы чувствуете, что рядом с вами партнеры, серьезные, глубокие, умные, интересные профессионалы, вот тогда только и можно сказать о том, собственно, а ты-то как, вот, подходишь к их уровню, или все-таки ты ниже того уровня, который находится с тобой реально. Ну, по-моему, на этот вопрос невозможно ответить. Ну, конечно, на этот вопрос, в общем, скорее должны ответить, и отвечают и зрители, и критики, и так далее. Ну, это каждый будет читать по-разному, наверное. Актеры, к срокам. Если бы на свете не было балета, чем бы вы тогда занимались? Вы знаете, не знаю. Но дело в том, что мы как-то, выбор нашей профессии мы делаем в детстве. Так что уже вот с девяти лет вся моя жизнь связана с балетом, поэтому как-то трудно сказать. Ну, очень много интересного и интересных профессий. Я иногда часто завидую каким-то людям, которые, ну, что-то там, не знаю, где-то путешествуют, или кто-то поет, или кто-то играет в драматическом театре, или кто-то, ну, что-то открывает. Ну, очень много интересного. Но конкретно чем именно я бы могла заняться, не знаю. И многим, и, ну, так вот, много интересного, но так, я не знаю. А мне кажется, что, наверное, все-таки, если бы я не был танцовщиком, то все равно, очевидно, был бы как-то связан с искусством. Или со спортом. Вообще. Не думаю, нет, не думаю, что стал бы профессиональным спортсменом, хотя очень любил спорт и очень много времени отдавал к спорту, когда еще учился в хореографическом училище при Большом театре. Но искусство как-то всегда с детских лет притягивало к себе. И я люблю и до сих пор, и любил очень раньше, и в большей степени, и рисовал, и писал что-то, и лепил. И все равно все это было бы связано, очевидно, с искусством. А кем бы, ну, трудно сказать. Катя сказала правильно, что с детских лет мы уже запрограммированы. Это и хорошо, это и плохо. Понимаете, когда в 18 лет выбирают профессию, то как-то, ну, есть еще вот, и это попробовали, и то попробовали. А мы, в общем, ну, где-то... Конечно, в феврале этого года, например, уже будет 30 лет, как ты вышла на сцену, на сцену Большого театра. Да. Спасибо огромное. Скажите, может ли балет говорить обо всем, как, скажем, литература и музыка? Конечно, безусловно. Вы знаете, я уже боюсь отвечать на этот вопрос, потому что вот здесь недавно была статья в литературной газете, где я написала, ну, говорила о том, что балет может все. Ну, на это как-то пришло много писем очень, на это мое высказывание. Некоторые говорили, что да, вы правы, и, конечно, балет может все. Ну, я там, конечно, приводила какие-то примеры и аргументы. Но было и очень много писем, где, так сказать, высказывались такие, что Екатерина Сергеевна, ну, ради бога, танцует свою «Жизель» и «Спящую красавицу», но оставьте в покое... Производственную землю? Нет, там, не знаю, Кармена, Толстого, Пушкина и, так сказать, классику. Но я все-таки остаюсь при своем мнении и считаю, что балет может все в такой же степени, как литература и музыка. Но я думаю, что здесь основной вопрос в том, как это делается. Если это сделано плохо, то, конечно, не нужно трогать ни Толстого, ни Кармен, ну, я просто не Пушкина, так сказать, то, что меня называли. А если это будет сделано хорошо, то вот сейчас уже там шекспировская «Джульетта» неотделима от балета. Хотя в то время, когда это только создавалось, тоже раздавались те же самые... Зачем? Давайте не будем трогать Шекспира. Зачем? Что вы оставьте Шекспира в покое? Куда вы лезете? И Прокофьев, так сказать, там, музыка Прокофьева не подходила к балету. И, ну, так сказать, масса каких-то ситуаций. Значит, нужно сделать так, чтобы убедить. А я все-таки остаюсь... Да, театр – это вообще великая совершенно вещь в искусстве. Театр может убедить в совершенно противоположных взглядах. Все зависит от того, как мыслит режиссер, как играют и как мыслит актер. И чтобы это дошло до зрителей и убедило зрителей, что нужно именно так. Естественно, что когда... Ну, это относится не к балету, а к любому, наверное, театральному произведению, когда берется большая классика и когда, ну, делают Наташу Ростову. Это очень трудно сделать, как для балета, так и для оперы, так и для драмы, так и для кино, потому что Наташу Ростову... Ну, знаете, как... Все читали и все знают. И у всех своя Наташа Ростова. Поэтому убедить вот эту многомиллионную... Аудиторию? Аудиторию, что Наташа Ростова именно такая, вот такие у нее глаза, такой у нее нос, вот так она двигается, так она разговаривает, это уже, так сказать... В этом магии как раз театры. Ну, значит, вот если делать, так надо делать хорошо. Вопрос к обоим. Может ли мы давать такой тенденок? Балет Максимова и Васильева? Ну, принято считать, что балет Григоровича, балет Баланчина, балет Робинса, это целые главы из истории балета. современного. И как-то вот не принято называть балет Балет Улановой Сергеева, балет Дудинской Сергеева, балет Игабовича Улановой и так далее. Балет, то, что вы говорите, балет Максимова и Васильева. Это просто, я впервые слышу вообще такое определение. Но вместе с тем, наверное, что-то есть. рациональное, что ли, в этом определении. Потому что, когда мы танцуем вместе, мы, очевидно, нас объединяет уже не только прожитые годы на сцене и в зале здесь, где мы находимся каждый день. и, наверное, появляется что-то общее, тот стиль, который уже нас отделяет от различных других стилей, других пар. Потому что, когда я танцую, например, с другой партнершей, я, очевидно, по-другому как-то танцую, или Катя, когда танцую с другим партнером, рождаются другие... А вот это понимание, это слияние, вот, наверное, оно характеризует как раз наше искусство. То, те моменты, когда мы танцуем вместе. опять к тобой вопрос. Назовите наиболее важные артистические черты каждого. Скажем, Владимира Викторовича, вас, Катя Ильина Сергеевна, и наоборот. Это очень сложный вопрос мы задали. Ну, по-моему, наиболее важный в себе. Мне кажется, что у Володи вообще много хороших черт. Когда вот я смотрю на сцены, когда он танцует. Ну, даже, пожалуй, вот для меня самое главное, вот, ну, не как для партнерши, а вот если как для зрителя, когда вот я сижу в зрительном зале. Ну, может быть, я не знаю, тут какие-то профессиональные вещи. Я знаю, как он прыгает, я знаю, как он делает пируэты. Ну, какой-то спектакль что-то удачнее технически, какой-то спектакль, может быть, менее удачный. Ну, как-то это, конечно, хорошо, когда это все делается высоко, много пируэтов. Но мне кажется, что вот как-то, вот то, что меня заставляет, трогает больше всего, заражает этого его какая-то масштабность. но то, что пируэты и так далее, не это главное. Когда я смотрю на сцене, для меня как-то самое главное это вот его масштабность, его я всегда чувствую, что на сцене присутствует личность. Потом, мне всегда интересно, потому что, когда я смотрю Володю, даже какие-то есть спектакли, которые я видела уже много-много раз, но всегда есть что-то новое, что-то неожиданное, что-то интересное. И, кроме того, эти спектакли всегда как-то, ну, любой образ, который он делает, он все равно, не то, что его Ромео отличается от Спартака, или Альберт Джизеля отличается от Ивана Грозного, но каждый спектакль он никогда не делает одной краской, а всегда ну, масса каких-то нюансов, иногда вот этих неожиданных. Кроме того, это всегда, в общем, все это, ну, никогда не делается что-то просто так, вот пироэт ради пироэта, а это всегда идет эмоциональное сильное действие. А для меня как-то на сцене, в общем, вот это самое главное, вот трогает меня актер или не трогает, вот завораживает он меня или не завораживает, притягивает или не притягивает. Когда я сижу и смотрю, ну, да, в общем, вроде как-то Все хорошо, все на месте, ну, прекрасно, но как-то так, вот, знаете, вовнутрь меня не уходит. Поэтому для меня, вот, как-то я вот в любом актере больше всего ценю вот эти качества, когда это куда-то уходит, затрагивает меня изнутри. Вот, мне кажется, как-то это наиболее. А вы за него ли вы? Ну, я несколько иного вообще. Взгляда на профессиональных артистов. Потому что, если я вижу, даже артист наполнен, и артист эмоционален, и артист предельно выразителен, тогда, когда он, прежде чем что-то сделать, думает во имя чего он делает это движение, мне кажется, что это еще не все. Потому что настоящий профессионализм должен находиться в тесном, в самом тесном контакте с пируэтами, с турами, с чистотой и с законченностью фразировки. Это то, чего умел самого, мне кажется, не хватает иногда, и то, к чему я стремлюсь постоянно. И эти как раз качества, вот эта законченность, эта точность, эта профессиональность и искренность. Потому что все то, что Катя говорила сейчас обо мне, это приятно слышать, потому что мы никогда на эту тему не говорим при людях, особенно перед камерой. Но все эти качества, то, что она говорила обо мне, в общем, целиком и полностью относятся и к ней. Но мне еще хочется добавить, что я огромное удовольствие всегда получаю от Кати, вот глядя на нее, когда она танцует, различные совершенно балеты, и деми характер, и классику. Вот эта четкость, законченность фразировок. У нее каждая поотточенная. И еще, просто это уже дань преклонения, что ли, перед ее подвижничеством, перед тем, как много сил она отдает подготовке к самому балету. Потому что бывает у актера плохое настроение, он плохо спит, у него болят ноги, и я сам таков, я иногда не прихожу на репетиции, мне не могу себя переломить, не могу себя заставить. Но вот Катя, это удивительный совершенно пример трудолюбия. Она не может выйти на сцену, прежде чем не пройдет несколько раз подряд ту или иную вариацию, тот или иной монолог, то или иное движение. Она все должна точно, абсолютно проверить на репетиционной работе. И выйти на сцену она может только тогда, когда она знает, что она прошла уже энное количество раз свою роль. И то, даже перед тем, как она выходит на сцену, и даже тогда, когда она уже выходит на сцену, то перед тем, как ей выйти перед публикой, она все равно нервничает, она все равно боится. Но то, что отделяет как раз настоящего, мне кажется, танцовщика или танцовщица от посредственности, это то, когда актер, выйдя уже на сцену, абсолютно и полностью растворяется в том образе, который он создает. Вот это та искренность, которая как раз присуща Кате. Два вопроса, вернее такое. Не выработалась ли привычка к цветам яблоки? Нет, знаете, это не может выживаться. Цветы получать всегда приятно и слышать овации после спектакля тоже приятно. К этому привыкнуть нельзя. Кажется, вы достигли всего, но тогда вы все равно ведь о чем-то мечтаете. Ну, прежде всего, мы не всего достигли. Актер кончается тогда, когда ему кажется, что он достиг предела. Вот тогда актер кончился. Тогда ему надо просто собирать свои манатки, как говорится, и уходить со сцены. Как раз наоборот такое чувство, что еще столько-столько не сделано, и вот это хочется, и то хочется, и наоборот, только все время желания растут и растут. Правда ли, что каждое движение есть мысль? Должно быть. Это не правда, что каждое движение мысль. Но актер, когда он танцует или говорит, или поет, и все, безусловно, должен стремиться. Каждое движение – это мысль. Должен стремиться к тому. Если актер не дает этой мысль, то это просто без… ну, тогда его движение бессмысленно. Тогда это просто какое-то… Спасибо за разъяснение. Можно ли подняться на вершину неоткрус своего стиля? Иными словами, вот то, что мы говорили об экстраклассе, обозначает ли это всегда свой стиль? Я не знаю, что такое экстракласс. Экстракласс в чем? В выразительности, в трюках, в исполнении. Здесь тоже разный совершенно, разный взгляд на искусство. Но люди, которые, то есть настоящие актеры, которые достигают больших вершин, обязательно, конечно, и имеют свой стиль. То, что отличает их, то, что делает их личностями. Вот тогда мы можем сказать, что да, у этого человека есть свой стиль неповторимый. Своя индивидуальность. Своя индивидуальность. Если ответить совершенно честно, вот на сегодняшний день, что не удалось еще? Очень много. Если бы… Если бы можно было все начать сначала и все переделывать, нужно было бы все-все переделывать. Да, кажется, что все совершенно иначе можно было строить вообще, наверное, всю творческую жизнь. Слишком долго мы разогревались. Слишком мало раскачивались. Слишком долго ждали, что у нас еще много времени. И это успеется, и вот это успеется. И, в общем, очень много времени. А сейчас, когда проработали уже большое количество лет, уже кажется, что, в общем, сделано очень и очень мало. Я думаю, что вообще это думает каждый актер-то. Когда начинает, ему кажется, что все впереди, все впереди. И потом вдруг настаёт момент, когда кажется, что уже жизнь-то. Правильно, потому что жизнь уже прожита, а желаний еще осталось очень много. Еще есть масса ролей, масса спектаклей, которые очень-очень бы хотелось сделать. Поэтому сейчас я всем желаю, только и своим друзьям, всем только здоровья и здоровья. Потому что для актера и вообще для каждого человека это, по-моему, прежде всего. Если актер думающий, мыслящий, творческий человек, для него прежде всего здоровье, а все остальное он добудет своими собственными руками, ногами, головой, корпусом, телом, всем, чем угодно. Ну, и еще и энергию тоже, чтобы не ждать, когда чего-то придет, может быть. В общем, где-то надо самому тоже гореть, не иметь желания. Так, последний вопрос. Почему вы на сцене вместе? С первого класса в школе мы были вместе, и так уж сложилась жизнь, что по классическому танцу и по другим специальным предметам Катя получала пятерки, я тоже. И как-то вот создалась эта пара. Вместе танцевали. На выпускном вечере танцевали вместе, падады из Жизели, падады из Спящей красавицы. Щелкунчик у нас был выпускной спектакль. Пришли в театр вместе, в первый же год был первый балет. Субтитры создавал DimaTorzok